В одной из книжек о развитии розничных сетей описывается такой случай. Американский тренер научил продавцов салона мобильной связи из российской глубинки с улыбкой на 32 зуба бросаться навстречу посетителю, кричать «Привет!», хлопать по плечу и радостно интересоваться, как дела. Знаете, чем все закончилось? Один посетитель заехал горе продавцу в челюсть. Сегодня я расскажу вам про две удивительно тупые ошибки, которые делают ковисты того самого магазина недалеко от моего дома. Речь идет, замечу, не про Испанию. Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн «Витиспро». Это наша новая рубрика «Советы ковисту». Подписывайтесь на этот канал и делитесь этим видео, где вы еще найдете такую информацию. Ошибка номер один называется «Тупой комплимент». Мне приходилось обучать сотни продавцов, и я всегда удивляюсь, ну почему так сложно людям сделать комплимент другому человеку? Ну что сложного? Просто похвали, искренне восхитись, удивись. А нет, сложно. Тупые тренеры по продажам предлагают заменить мозг шаблонной фразой. У моего ковиста она звучит так. Прекрасный выбор. Я беру вино за 500, условно, долларов. Прекрасный выбор. Я беру самое дешевое вино за 5 долларов. Прекрасный выбор. На самом деле, этот комплимент, действительно, на него можно купиться. Но знаете, в чем его проблема? Купиться можно только один раз. Когда ты заходишь в магазин второй, третий раз, и тот же ковист с наивными глазами и верой в правоту кричит «прекрасный выбор», то я вспоминаю того посетителя салона мобильной связи, который заехал продавцу в челюсть. Но мне заехать хочется не ковисту, а тому горе-тренеру, который его обучал. Вывод. Используйте фразы, шаблоны крайне осторожно. А если вы делаете комплимент, то лучше от души и лучше персонализировано. Женщины оценят, а мужчины и подавно. Ошибка номер два. Простите, но опять про моего наивного горе-ковиста. Прихожу я в магазин. Он тут как тут. Могу я вам чем-то помочь? Я ему вежливо. Спасибо, я сам посмотрю. Если будет нужна ваша помощь, я вас, конечно же, позову. И знаете, что он делает? Опытные ковисты могут предположить. Он отходит на два шага, становится у меня за спиной и наблюдает за мной. Вообще-то людей дико бесит, если кто-то наблюдает из-за спины. Но ему это, видимо, не рассказали. Я поворачиваюсь к нему и смотрю ему в глаза. Он не смущается, не меняет позы, позиции. В итоге, через минуту, глядело глаза в глаза, я у него спрашиваю. Вы за мной наблюдаете? И бинго! Его ответ способен поразить любого. Он возмущенно заявляет. Вообще-то я здесь работаю. Хотел бы я эту ситуацию придумать, но не смог бы. Вывод. Ни в коем случае не стойте над душой у покупателя и не дай бог не маячьте у него за спиной. Наблюдать надо, но издалека и незаметно. Дорогие коависты, напишите мне, приходилось ли вам в своей практике наблюдать нечто подобное или другие смешные ситуации или ошибки. Ну а если тема профессионального роста вам интересна, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях под этим видео. Ну и еще, я делаю эти выпуски по вашей просьбе, понимая, что информацию подобного рода вы больше нигде не найдете. Ну и прошу вас маленькую услугу взамен. Нажмите на кнопку поделиться под этим видео и перешлите вашему коллеге, которому это видео, так же как и вам, поможет работать лучше и зарабатывать больше.